Это программа День с Толком в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Пособие размером с МРОТ. Алтайский бизнес обращается за государственными субсидиями. Без надрезов и проколов в Барнауле опробовали методику по удалению камней из почек при помощи лазера. Новый год без горок. Почему гостехнадзор запретил ледовые развлечения? В России, в том числе в Алтайском крае, готовятся прививать подростков от коронавируса. Вакцина «Спутник М», предназначенная для детей от 12 до 17 лет, может поступить в наш регион до конца года. Такую информацию нам по телефону сообщили в пресс-службе Краевого Минздрава. Вакцину «Спутник М» Минздрав России зарегистрировал в конце ноября. В необходимости вакцинировать детей 1 декабря губернатора края убеждали представители медицинской общественности. По их мнению, с каждой волной COVID-19 заболевают все больше несовершеннолетних. И далеко не всегда заболевание протекает легко. Кроме того, для окончательной победы над вирусом коллективный иммунитет должен превысить 90%. То есть без детской вакцинации этого показателя не добиться. Между тем, оценивая комментарии к постам в соцсетях на данную тему, можно сказать, что многие родители подростков не хотят прививать детей от короны. Люди опасаются возможных последствий для здоровья. В Минздраве региона подчеркнули, что вакцинировать подростков будут исключительно с согласия родителей. Однако ряд экспертов допускают, что непривитые школьники будут переводиться на дистант. Алтайский бизнес активно обращается за субсидиями по нерабочим ноябрьским дням. Так, в налоговую службу заявления на получение единоразовой помощи от государства уже подали больше 6 тысяч налогоплательщиков. На выплату пособия размером с МРОТа, это почти 13 тысяч на одного работника, может рассчитывать малый и средний бизнес, наиболее пострадавший от ковид-ограничений в ноябре. Общая сумма выданных субсидий уже превысила 265 миллионов. Эти деньги получили свыше 20 тысяч сотрудников. Налогоплательщики также должны соответствовать ряду критерий, но прежде всего у них не должно быть налоговой задолженности свыше 3 тысяч рублей. На данный момент они заявляют то количество работников, на которые хотят получить субсидию по отчетности на 10 июля, то есть это отчетность по страховым взносам. Есть такое еще требование, что эта организация должна не находиться в процессе ликвидации, реорганизации. Подать заявление на выплату предприниматель может на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Документы принимают до 15 декабря включительно. К другим темам, по новым технологиям, без надрезов и даже без проколов. В Алтайском крае удалять камни из почек теперь будут с помощью лазера. А это значит, что число не только полосных, но и эндоскопических операций сократится в разы. Но первой максимально щадящей операцией по удалению камней из почек побывал наш корреспондент Дмитрий Дроздов. В его сюжете подробнее о новой методике. Это кадры с операцией по удалению камня из почки методом эндоскопии. В отличие от него, традиционный разрезы в области живота и работа специальными медицинскими приборами напоминает о себе долгим восстановлением и приличными швами. Но для многих удаление камней теперь станет не столь болезненной и отягощенной последствиями процедурой. В нашем регионе наконец-то стало возможным дробление камней в почках с помощью лазера. Эта методика позволит лечить и расширить оказание помощи больным именно с камнями, которые локализуются в почке, в чашечках, которые в предыдущей методике были в выполнении их недоступны. С помощью ретероскопа прибора, похожего на шприц с тонкой леской, врач через гениталии добирается до камня и дробит его в пыль. Мы проводим осмотр лоханки, осмотр чашечек, находим камни у пациента и проводим лазерную литотрепсию, то есть дробление камней в том месте, где они располагаются, в той чашке, где они лежат. В последующем эти фрагменты, после фрагментации камня, можно спокойно произвести литый экстракт, то есть удалить эти фрагменты и очистить почку от фрагментов. Технология дробления камней довольно популярна во всем мире. Благодаря ей 25% больных избавились от необходимости проведения полостной и эндоскопической операции по удалению камней. Срок восстановления для таких пациентов сокращается в три раза. Вместо трех недель одна. К тому же, к минимуму, сведены и осложнения. К слову, пробная операция, которую снимали мы, по словам врачей, прошла успешно. Теперь остается дождаться, когда в краевую клиническую больницу поступит оборудование. Руководство медучреждения уже завершает оформление документов. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульские дороги плохо очищают от снега. Такой вывод можно сделать, исходя из результатов проверки, которую сотрудники прокуратуры провели вместе с ГИБДД. Ревизия показала, что нарушения, снежные накаты, так называемые валы рядом с пешеходными переходами и остановками, а также сужение проезжей части, выявлены на 120 участках барнаульских дорог. Отметим, горожане неоднократно жаловались на некачественную уборку снега и наледи на дорогах краевой столицы. Мэрия рапортует, что такая работа проходит регулярно, но, видимо, не очень качественно. В связи с чем, администрации Барнаула вынесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Продолжим. Почти 13 тысяч билетов приобрели школьники и студенты Алтайского края по Пушкинской карте. С ее помощью молодежь может посещать театры, музеи и концертные залы за счет государственных денег. Баланс на карте – 3000 рублей, а с 2022-го уже будет 5000. Новая программа в нашей стране заработала с 1 сентября. Однако в сельской местности нет таких учреждений культуры, поэтому приходится ездить в город. Так, в Ельцовском районе уже составляют график посещения Бийского драматического театра. Накануне отдел культуры района получил новенький микроавтобус. На нем и повезут школьников в культурные места. Зачем еще нужен транспорт – расскажем далее в сюжете. Как поле чудес, ребята. Для отдела культуры Ельцовского района новый автомобиль – не роскошь, а необходимость. В селе давно нуждались в таком транспорте – комфортном, современном и вместительном. Нормальный, зимний резиновый подарок, как в добрых салонах. Всем довольны. Самое главное – передком она для наших гор. Пассажирская «Газель» – подарок сельчанам от фонда депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Сегодня он лично вручил ключи. В отделе культуры Ельцовского района обещают – стоять в гараже автомобиль точно не будет. У нас очень много артистов, которые занимаются художественной самодетельностью, то есть старушки, ребятишки. Поэтому для них это вот как необходимо вообще. В Ельцовском районе есть небольшие села, где проживают и 50, и 20 человек. И там нет ни клубов, ни библиотек. При этом жители тоже желают быть охвачены культурным пространством. Но теперь и на их улице тоже будет праздник. Новая техника, новый автобус позволит и более комфортно передвигаться, и в том числе сделает более доступным культуру для жителей Ельцовского района. Поэтому в том числе хочу пожелать успехов, творческих успехов всем, кто работает в этой сфере в Ельцовском районе. Ну и, конечно, пожелать хорошей дороги. Ближайший творческий вояж на новом транспорте состоится уже на этой неделе. 12 декабря в Ельцовском районе пройдет большой фестиваль народного творчества на земле Савиновой, посвященный легендарной актрисе Екатерине Савиновой. А еще на этом микроавтобусе сельчане будут ездить на краевые фестивали, реализовывать местные проекты, в частности, библиодесант, а также посещать городские учреждения культуры по пушкинским картам. Старшеклассники их уже оформляют. У нас в районе они эту карту не реализуют, поэтому самое ближнее это что? Это Биск. И мы думаем, что пока мы начнем через этого, что будем привозить вот этих подростков на хорошие спектакли в театрах драмы Биски, возможно, в музеи. Вот еще для этого. Да вообще для всего. Машина есть машина, транспорт есть транспорт. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. День открытых дверей в Алтайском филиале президентской академии посетили несколько сотен потенциальных абитуриентов. Для школьников была организована интерактивная программа, в процессе которой они познакомились с преподавателями, старшекурсниками и направлениями обучения. Подробнее о том, как прошел День открытых дверей, в нашем материале. Деньги любят, но это счастье любят, но это счастье любят, а деньги любят счет. Тихое счастье психологам, а счет денег экономистам. Предновогодний день открытых дверей в Алтайском филиале Ранхикс собрал в академии свыше 300 будущих абитуриентов. Для школьников и их родителей были созданы пять площадок по основным направлениям обучения, где сотрудники вуза рассказали о карьерных возможностях и условиях поступления. Я в этом учебном заведении сама была, наверное, года два назад на семинаре. И мне понравилась атмосфера, понравилось мероприятие. Оно просто проводилось на базе данного заведения. И меня произвело прям огромное впечатление. Захотелось, чтобы сын здесь учился. Но это пока мечта. Ради того, чтобы познакомиться с мечтой поближе, в академию пришли и другие гости. Для них преподаватели и студенты подготовили квесты. Школьники участвовали не только в экскурсии и работе фотозон, но и узнавали тонкости обучения. Например, составляли психологические портреты и фотороботы. А некоторые пытались определиться с будущей специальностью прямо во время мероприятия. На самом деле я сейчас немного скитаюсь от кинооператора. Но это все равно и до журналистики я даже доходила. Но как раз так, как связано это все с медиакоммуникацией, с видеосъемкой, монтажом, мне это все-таки ближе. И я думаю, творчество дает мне больше возможностей. Помимо творчества, больше возможностей дает и качественное образование, говорят в академии. Для этого здесь ежегодно обновляют программы обучения, повышают квалификации преподавателей, среди которых немало практиков. А также дают возможность студентам познакомиться с профессией изнутри еще во время обучения. У нас достаточно налажены связи с большим количеством структур и органами власти, бизнес, сообщества. Активно берут наших студентов на стажировку, на практику и, естественно, на трудоустройство. Трудоустраиваются по профессии. По данным учебного заведения, более 90% их выпускников. А те, кому лишь предстоит стать студентами, на дне открытых дверей смогли познакомиться с внутренним устройством своей будущей альмаматор. А это значит, что учиться в дальнейшем будет интереснее и проще. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. В день воинской славы волонтеры Победы возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза генерала-майора Ивана Панфилова. Таким образом, общественники решили почтить 80-летие контрнаступления советских войск под Москвой. Примечателен тот факт, что организаторы акции не смогли пояснить, почему они решили отметить именно это событие. В прежние годы память героев и участников Великой Отечественной войны традиционно чтили и возлагали цветы в День Победы, либо 23 февраля. Ничего конкретного участники акции не смогли сказать и о герое, к памятнику которого принесли живые цветы. Сложилось впечатление, что мероприятие общественники провели формально, лишь для того, чтобы получить возможные бонусы в учебе. Мы решили сегодня в Барнауле, вот, на возле этого памятника возложить цветы. Чем приурочено. Справедливости ради отметим, что посыл акции патриотический, и волонтеры понимают значимость подобных мероприятий. Мы должны не забывать память наших предков, что они совершили такой большой подвиг, и какой ценой далась нам эта победа. Мы знаем, что много миллионов людей погибло в эти страшные бывшие годы. Вот мы считаем, что важно очень нести это и молодому поколению напоминать. В Барнауле пенсионеры едва не стали жертвами мошенников. Сотрудницы банка проявили бдительность и помогли сохранить денежные средства пожилым людям. На днях правоохранители поблагодарили и наградили сотрудниц финансового учреждения за борьбу с дистанционным мошенничеством. Благодарю вас за содействие полиции в профилактике такого вида преступления, как мошенничество. Спасибо вам. Спасибо. От лица всей Барнауцкой полиции сотрудницы банка Елене Батраченко вручают благодарность. В ноябре этого года женщина помогла пожилому мужчине спасти свои сбережения. Доверчивый 90-летний дедушка едва не отдал аферистам полтора миллиона рублей. Елена буквально на последнем этапе убедила мужчину, что тот имеет дело с мошенниками. Другая сотрудница помогла женщине сохранить 200 тысяч рублей. Быть внимательными и предотвращать мошенничество. Политика финансового учреждения. Если они замечают, что поведение клиента нетипично или его настроение как-то слишком отличается от обычной спокойной ситуации, то они стараются с клиентом пообщаться и выяснить все обстоятельства, для чего он хочет совершить именно эту операцию на большую сумму. Снять деньги с карты или перевести по каким-то незнакомым реквизитам. Свыше 12 тысяч преступлений выявили правоохранители за последние 11 месяцев. Из них почти 4 тысячи мошенничества, в том числе и кражи с банковских карт. Причем самый распространенный способ 7 из 10 приходится на телефонное мошенничество. Когда аферист представляется сотрудником банка и предлагает человеку обезопасить свои денежные средства. Сотрудники полиции уже не первый год пытаются предупредить доверчивых жителей. С жителями Барнаула мы общаемся с помощью средств массовой информации, с помощью посещения квартир, домов, при раздаче памяток. Объясняем способы мошенничества, как не стать жертвой этих мошенничеств. Подключаем народную дружину, проводим акции у крупных магазинов, социальных магазинов, торговых центров, раздаем памятки. В этом году, говорят правоохранители, мошенничеств не стало меньше. Это связано в первую очередь с развитием интернета, доступностью онлайн-сервисов. Причем за последнее время на уловки мошенников ведутся не только пожилые люди, но и молодежь. Поэтому предельно бдительными нужно быть каждому из нас. Анна Рашегирова, Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком. Зимний городок на главной площади Барнаула будет без горок для катания. Причина – ледовые сооружения по новым федеральным требованиям безопасности приравняли к аттракционам. Дети остались без главной зимней радости из-за новых правил гостехнадзора, пояснили городские власти. В мэрию поступило письмо от федерального ведомства, в котором говорится, что горки отныне относятся к аттракционам. А это значит, что теперь к ним предъявляют ряд требований, которые нельзя игнорировать. На них должен быть получен обязательно паспорт и сертификат о соответствии всем требованиям безопасности. Помимо этого, на каждой горке должен быть оператор, который обучен и имеет лицензию допуска с данным аттракционом, который будет не допускать самовольного катания, а поочередно спускать желающих к аттракционам. Предписание гостехнадзора мэрия выполнить не может, поэтому чиновники решили отказаться от строительства ледовых горок. Посетителей площади Сахарова, заверили сотрудники Барнаульской администрации, ждет другой сюрприз. В зимнем городке организуют красивую фотозону. Кстати, возводить его начали накануне. Рабочие приступили к монтажу большой искусственной елки. Вскоре новогодний городок украсят 13 ледовых барельефов, а также скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и Тигра – символа наступающего года. Полностью городок оборудуют к 24 декабря. И к новостям спорта. Баскетболисты Барнаула на домашней площадке отыграли один из самых напряженных матчей чемпионата России. Уступили бронзовому призеру Суперлиги 1 темпу из Ревды 78-83. Вся встреча проходила на равных, буквально ноздря в ноздрю. Но опыт гостей сказался, и последние в самом конце буквально вырвали победу. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. Если в прошлом домашнем матче Барнаула обыграл действующего чемпиона Лиги Самару, то в противостоянии с бронзовиком немного не повезло. Борьба была яркой и интригующей. Обе стороны включились в игру сразу и не давали слабины. Мы сделали несколько таких, не то что плохих, не верных решений в концовке. За это нас сразу наказали и стоило нам это играть. 17-17, 21-21. Это счет первых двух четвертей. Равенство на табло, но вот в третьем отрезке игры Барнаул на одно очко опустил своего соперника 20-21. И в конце опыт сыграл свою роль. Темп уходит вперед на четыре очка. Хочу отмечить своих ребят. Проявили характер, затерпели, дрогнули. В момент, когда наша команда выходила вперед. Бились, старались. Те, кто выходил, те, кто меньше. В любом случае, рады результатам. Прекрасно понимаем, что здесь сложно играть. В волей календаря баскетбольный клуб Барнаул играет четыре подряд матча с фактическими и формальными лидерами Суперлиги-1. Руни наши проиграли, Самару обошли. Теперь вот поражение от темпа. Закончится суперсерия завтра в матче против Уралмаша. Установление команды. Без поражений крупных даже не бывает побед. В турнирной таблице после десяти игр Барнаул на седьмом месте с активом в 15 очков. Следующий соперник Уралмаш с ним наши сыграют. Завтра в 19.00 находится на второй строчке. Сейчас процент побед и поражений у нашей команды 50 на 50. Надеемся, канат побед Барнаулу перетянуть удастся. Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok